Как повысить качество транспортного обслуживания в округе? Ответ на этот вопрос искали участники заседания, которое прошло в администрации. Его темой стала доступность общественного транспорта для люберчан. С подробностями Дарья Борисова. 412 автобусов курсируют по городскому округу для удобства его жителей. Однако не всем удается легко добраться из пункта А в пункт Б. Уровень транспортной доступности не всегда успевает за темпами роста люберец. Это успели ощутить жители густонаселённого самолёта. До новой станции метро Некрасовка не сразу стало просто добраться. Автобусов не хватало. Пассажиры жаловались в администрации и принимали меры. У нас общественный транспорт маршрут 12.25, 12.32, 31, 12.27 и 888 были перераспределены к станции метро Некрасовка. Жители просят не только транспортную доступность, но, соответственно, и дорожную инфраструктуру, а также то, чтобы можно было до данной станции доходить пешком. Но пока мы ограничены тем, чтобы пройти к этой станции микросамолёт, надо пройти по строительной площадке на территорию города Москвы. Нарушение ПДД водителями маршруток, недостаточное число автобусов с регулируемыми и льготными тарифами, высокая стоимость билета на проезд. Эти проблемы также обсудили на заседании. Зашла речь и о возможности для пассажиров оплачивать дорогу по безналичному расчёту. Не у всех перевозчиков с этим всё гладко. У нас есть часть компаний, которые находятся в зелёной зоне и осуществляют эту оплату. У нас есть две компании, которые пока находятся в красной зоне, но одна из компаний достаточно уверенно набирает обороты, чтобы выйти из этой красной зоны. Одна компания, мы будем с ней прощаться, для этого мы готовим все процедуры для того, чтобы лишить лицензии данной компании, так как она не выполняет тех задач, которые необходимы. Эдуард Сигалов назвал и способ, который считает оптимальным для того, чтобы привести дела с транспортной доступностью в порядок. Необходимо создать единый список требований для всех перевозчиков. Он даст возможность качественнее контролировать их работу и пресекать нарушения.